Привет! Давайте сделаем гидрогелевую маску. Нет, не достанем из пластикового сашета, а смешаем свою прямо на кухне. При всей загадочности этого вида масок, они просты в изготовлении. Любите их? Расскажите в комментариях, какие маски вам нравятся больше всего. А в следующих роликах сделаем рецепт ваших самых любимых. Я взяла 55 грамм воды. Добавила в нее 2 грамма агар-агара. Его можно купить в любом магазине среди ванилина, разрыхлителя для теста и корицы. Это порошок из красных водорослей, который превращает воду в желе разной плотности. Именно он сделает нам тот самый гидрогель, который и даст коже увлажнение на максималках. Нагреваю воду с агаром на плите. Просто на плите. Он выдерживает высокие температуры. Нам надо довести их до кипения и варить на медленном огне в течение минуты, помешивая смесь, чтобы агар растворился в воде, но не пригорел на дне стакана. Теперь можно добавлять активы и всякие штуки, которые благодаря гидрогелевому компрессу будут проникать глубже в кожу. Первым добавила 20 грамм фитодистиллята ромашки. Можно вместо него добавить гидролат. Фитодистиллят более концентрированная жидкость, чем гидролат. Подействуя более сильное. Он подходит для чувствительной, склонный к раздражениям кожи, уменьшает отечность, повышает эластичность. То, что надо для гидрогелевой маски. Потом добавила 15 грамм растительного глицерина. Он сконцентрирует в коже много-много влаги и 5 грамм коллагена. Он тут необязателен. В принципе, глицерина хватит, чтобы сделать всю работу. Но мне просто захотелось попробовать этот коллаген в такой маске. Он тут ради увлажнения, восстановления и омолаживания кожи. В финале 3 грамма секретного ингредиента. Порошка лепестков дамасской розы. Она с точки зрения аюрведы расслабляет тело и разум. Имеет пьянящий запах свежих цветов, который сохраняется в маске. Успокаивает чувствительную кожу и, говорят, замедляет старение. Перемешивая до равномерного распределения порошка в смеси. Теперь самое интересное. Надо придать форму маске. Для этого можно взять обычную плоскую большую тарелку. Вы получите гелевый блинчик, который сможете потом порезать на части. Для лба, для средней трети и нижней части лица. А у меня есть формочка с Алиэкспресс для таких масок. Специальная. Буду ее тестировать. Форма силиконовая, тонкая и гибкая. У меня была идея положить ее на тарелку, залить и потом отнести в холодильник. Но что-то пошло не так. Дело в том, что у тарелки, даже самой плоской, есть углубления. И получилось, что вся жидкая маска стекла в центр формы. Равномерно залить не получилось с первого раза. Мои попытки как-то ее распределить привели к... Сами видите, к чему. Теперь попытка номер два. Я взяла плоскую доску по размеру маски, положила на нее форму и снова ее залила. На этот раз все получилось. Правда, смесь начала уже потихоньку застывать. Но особенность таких составов в том, что их можно нагревать снова. Даже если ваше желе уже застыло, вы опять получите жидкую смесь. Только грейте на маленьком огне. Получилось. Отнесла в холодильник маску на подносе и оставила ее на несколько часов. На самом деле моя стояла до утра. Доброе утро. Время попробовать маску. Умылась тоник на лицо. Впитала его в кожу. Маска. И сразу вижу, что в следующий раз сделаю ее тоньше и добавлю меньше глицерина. Потому что на естественных выпуклостях лица она ломается. Держала ее 20 минут. Маска получается очень активная. Гидрогель – это компресс. Он создает на коже условия, при которых все активы очень быстро попадают в кожу. Быстрее и глубже, чем от обычных масок. По такому же принципу работают альгинатные маски. Поэтому даже 10 минут будет достаточно. И еще будьте аккуратны. Такие маски могут провоцировать индивидуальные лиргические реакции кожи. Если вы чувствуете, что маска печет, она нагревается, то снимайте ее немедленно. А в следующий раз попробуйте делать с меньшим количеством активов. Маска должна охлаждать, успокаивать, расслаблять кожу и всю тебя. После маски – крем. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, будьте красивыми. Пока.